Байкальский голос Байкальский голос Байкальский голос Байкальский голос Байкальский голос Помимо индивидуальных выступлений команда Вячеслава Варлашова подготовила сюрприз для жюри. Дуэт Александры Тереховой и Марианны Федотовой. Мечтай, мечту не отпускай, и каждый рассвет встречай, как новый шанс, это на звездный час, небо за нас. Байкальский голос Так, ну что, девчонки, как вы выступили сейчас, как вам вообще работать вместе друг с другом? Мне очень понравилась работа с Сашей, она очень веселая и прикольная. Мне тоже очень понравилось работать с Марианной. По результатам жребия завершает финальное выступление команда Натальи Храмовой. Наталья, расскажите, пожалуйста, вот чем ваша команда отличается от других команд? Я считаю, что моя команда вообще всем отличается от других команд. Какие они, ваши девчонки? Они эмоциональные, энергичные, они пивуньи. Они очень любят то, чем они занимаются, и любят те песни, которые поют. Это самое главное. То есть подходят с любовью вообще, в принципе, ко всему творческому процессу и к сегодняшнему выступлению тоже, да? Это байкальский голос «Дети!» Погода, плохая погода, Погода, совсем никуда. Погода, плохая погода, Погода, совсем никуда. Никуда, никуда нельзя укрыться. Ариша, Настя, ну что ж, через пару минут буквально состоится ваше выступление. Какие эмоции, какие у вас сейчас мысли по этому поводу? Я сейчас очень волнуюсь, я боюсь, что я перепутаю и ноты, и слова, и вообще все. То, что я забуду, упаду в обморок и все остальное. У меня эмоция очень большая, страх. Я боюсь очень сильно что-то, ну, сделать не то. Как бы, может быть, что-нибудь забыть. И неважно, кто вы, и кому сколько лет, И неважно, кто чем занят в данный момент. Сидя или в танце, можно наслаждаться, Погрузившись в океан импровизации. Джаз обычной музыкой назвать не спеши, Он для тех, кто достигает самых высших. Джаз — это, пожалуй, не какой-то жанр, Джаз, пожалуй, это состояние души. Все еще стучит в груди, но скоро устанет Всех вокруг, но только вот себя не обманешь. Отчего в душе бывает много солнца? Можно за короткую жизнь не понять. Далеко от мыслей своих, Без слез в этом кадре, Кажется, мне все всерьез. С даями птиц бумажных Я избавляюсь от прошлого. Так же, как все, но наоборот вперед, От простого до сложного. Наверняка ты успела заметить во время своего уступления реакцию нашего жюри. Как ты думаешь, им понравилось? Думаю, да. Ну, они такие были серьезные лица, я даже не знаю. Я не умею сильно себя оценивать, но нормально. Могла быть больше выложиться. А где не дожала? Ну, как ты сама считаешь? Может, эмоций можно было чуть-чуть побольше. ПЕСНЯ Перед тем, как жюри объявит счастливчика, который поедет в Москву, Георгий Серышев, участник проекта «Голос», решил подарить всем песню. ПЕСНЯ Дорогие наши звездочки, наши талантливые дети, мы вас так полюбили за время этого проекта, и очень не хочется с вами расставаться. И чтобы у вас было маленькое напоминание о том, что в вашей жизни был такой этап, был такой момент, когда вы принимали участие в этом телевизионном конкурсе, когда за вас болело большое количество наших телезрителей, наших ирпутян. У вас будет вот такой вот диплом на память о том, что был этот конкурс, и у вас был такой этап в вашей жизни. Все получили дипломы, а некоторых участников организатор проекта выделил и решил наградить поощрительными призами. Пять человек, у которых будут ждать специальные награды от Департамента юридической помощи. К 12 октября мы определимся с этими наградами, и в программе «Утренний коктейль» в прямом эфире вы узнаете, какой же сюрприз и какой подарок ждет следующих участников. Но хоть и все участники произвели неизгладимое впечатление на жюри, победитель проекта только один. И победительницей нашего конкурса объявляю Елизавета Ковалева. Ну вот, проект и подошел к концу. Мы еще раз убедились в том, что Иркутск действительно поющий город, и в нем живет очень много талантливых детей. Надеемся, что и в следующем сезоне будет такой проект. А это был «Байкальский голос». За помощь в организации съемок благодарим ресторан-караоке «Академия». Генеральный спонсор проекта – Иркутский областной департамент юридической помощи. И ответ на страже истины.